Здравствуйте! С вами Ермольна Татьяна. И в этом выпуске своего видеоблога я хочу рассказать о прогнозе на период с 10 по 20 июля и поговорить о самом важном событии не только этого периода, но также и важном событии лета. И, собственно, эти события всегда выделяются в течение всего календарного года. Это затмение, которое произойдёт 13 июля. И на оси Рак-Козерог точка затмения будет в точной оппозиции к планете Плутон. Сама по себе точка затмения будет на 21 градусе получается Рака. Так что у всех тех из нас, у кого в этих градусах плюс минус 2 градуса, есть что-то значимое на кардинальном кресте, то есть это на знаках Козерог, Рак, Весы и Овер. Это, конечно, время достаточно непростое, очень тревожное и, может быть, даже связано с какими-то важными трансформационными событиями. Не исключено, что эти события уже произошли. Дело в том, что затмения начинают, в отличие от полнолуния и инвалуния, действовать задолго до того, как они происходят. Авторы говорят о том, что это может быть плюс-минус 1 месяц. К этому я тоже склоняюсь. Хотя некоторые утверждают, что плюс-минус 3 месяца непосредственно от самого дня затмения. И в целом есть предположение, что действительно мы всегда так или иначе находимся под каким-то сильным затмением. То есть наши ситуации мощные, большие, они так или иначе тоже спровоцированы каким-то сильным резонансным затмением в нашей жизни или в нашей карте. Возможно, как вариант, что вы уже находитесь в череде серьезных перемен, вызванных этим затмением. Но если еще пока ничего не случилось, то и у вас при этом есть на кардинальной оси что-то значимое в вашей карте, то не за горами, возможно, как вариант серьезные события в вашей жизни, которые публикут еще череду каких-то изменений. Затмения почти всегда говорят об изменениях, а уж тем более затмения на кардинальных осях, когда у нас задействованы пионерские знаки, знаки Козерог, Овен, Весы, Рак. И когда в затмении участвует планета Плутон, как один из самых мощных трансформационных элементов вообще в классической западной астрологии, чаще всего эта планета, когда создает какое-либо воздействие, она очень сильно меняет ситуацию, вплоть до того, что ее отменяют полностью. Но на ее место приходит какая-то другая ситуация, которая, скажем так, кардинально поворачивает жизненные события в этой сфере жизненной. Если мы говорим о пассиве Рак-Козерог, то это чаще всего история про наши профессиональные цели и их соответствие каким-то ожиданиям со стороны семьи. Или наши семейные цели и невозможность, или возможность реализации в рамках каких-то наших семейных задач, наших профессиональных целей. То есть почти всегда Рак-Козерог – это ось. Об этом, хотя в вашей индивидуальной карте это может совершенно быть иначе, эта ось расположена, но и оттого она, конечно, задействует немного иные сферы. Но тем не менее, наверняка, профессиональные цели в июле месяце для очень многих станут камнем преткновения. И многие из нас эти цели будут каким-то образом мощно трансформировать. Это в лучшем случае. А в большинстве случаев, скорее всего, мы будем наблюдать за тем, как наши цели каким-то образом видоизменяются, не значит, что плохо. Но это делаем не мы лично, не под нашим контролем это происходит, а, скорее всего, в угоду каких-то обстоятельств или людей, которые в данный момент имеют возможность и право решать, как нам дальше распоряжаться своими профессиональными навыками, возможностями и так далее. То есть, как раз таки, это затмение, вероятнее всего, про наши профессиональные изменения. Но, как вариант, это может быть затмение и про наши личные изменения, и тогда оно коснется семье нашей, которая наша уже собственная, или семьи родительской. Потому что рак, так или иначе, всегда имеет отношение к нашему роду. В некоторых случаях он имеет также отношение к нашим местным дислокациям, в том числе и к нашей родине, какую там часть земли мы считаем нашей родиной. То есть, может быть, и перемены по этой части, тем более, что само по себе затмение происходит именно в раке. Значит, вероятнее всего, если затронулись в вашей судьбе вопросы семейные, то они могут как раз таки перерасти в вопросы переезда, а может быть, даже и эмиграции. Кстати, вот эти 10 дней очень и очень эмоциональны, потому что само по себе вот это солнечное затмение в раке, оно так или иначе нас обращает к нашим эмоциям, к нашим каким-то внутренним ожиданиям и, конечно, к нашим страхам. Именно поэтому где-то вот как раз период с 10 по 20 число, так как 13 примерно — это середина этого периода, то всё это время явно, это время затменное, мы будем очень сильно или воодушевлены, или, наоборот, опечалены, или чем-то расстроены. Может быть, у нас будет какая-то подавленность эмоциональная, наоборот, или слишком сильные перепады настроения ждут нас в этот период. То есть я так предполагаю, что у большинства людей всё равно, если это не проиграется в виде какой-то ситуации, то проиграется просто в виде непостоянства поведенческого, эмоционального. Это просто будет период сильного беспокойства и, возможно, дезориентации, потому что чаще всего новолуния плюс сильное положение Луны, а луновраки — это не сильное положение, говорит о том, что мы живём в это время интуитивно, слишком сильно поддаваясь на наши эмоции и, собственно говоря, теряем какие-то практические ориентиры в жизни. Вот, вероятнее всего, это может произойти. Безусловно, это время, вот эти 10 дней — это время, когда мы очень сильно подвержены какому-то влиянию со стороны мощных сил. Ну, например, какого-то коллектива, который сильно может на нас повлиять, или человека, который просто харизматичнее, сильнее нас, властнее нас. И тогда мы можем попасть просто под его влияние и уже исполнять не собственные цели, а его цели. Поэтому здесь будьте осторожнее. Время очень сугестивное, то есть внушаемое. И таким образом мы можем реализовывать в этот момент не свои цели, а чужие. И самое важное, что так как это не просто новолуние, а целое затмение, то есть то новолуние, которое происходит недалеко от лунных узлов, это затмение солнечное достаточно слабое, потому что от узлов большое расстояние до точки самого затмения. Но, тем не менее, оно попадает в радиус, при котором это уже считается затмением. Поэтому если вы в эти 10 дней вдруг попали в ситуацию сильной подавленности или в ситуацию какой-либо зависимости, то, к сожалению, есть тенденция к тому, чтобы в этой зависимости, в этой подавленности, ну вот такой вот подавленности, я имею в виду свободы собственной воли, вы находились намного больше, чем принято под новолуние, полнолуние. То есть это там где-то неделя, плюс-минус 3-4 дня от самого точки новолуния и полнолуния. Это вот время, когда на нас действуют именно эти события. А в затменные периоды, конечно, может вообще включаться целый такой некий пласт наш, который заложен как опыт в натальной карте. И тогда мы можем реализовывать это событие не только там плюс-минус 2-3 недели или плюс-минус месяц, но даже и годами, пока что-то важное это не отменит. Ну, безусловно, это все некие общие слова, потому что есть карта рождения ваша, в ней что-то, какой-то опыт записан. Затмение может этот опыт как возбуждать, так, собственно говоря, никак его не затрагивать. И потому это как предположение, только гипотетически. Так что здесь важно, скажем так, не испугаться понапрасну, а просто в некотором смысле быть более внимательными, а может быть даже и более мнительными. Вот в этот период с 10 по 20 число, чтобы никаких вот как бы событий вы совершенно случайно не инициировали, которые потом бы вам не мешали годами. То есть просто нужно более внимательно относиться к событиям этого периода. Безусловно, будут попытки обмануть вас, безусловно, будут попытки как-то поделать данные, чтобы вы приняли нужное для других людей решение. То же самое можно сказать и про нас. Если мы сильно попадаем под это затмение, мы можем стать такими фигурами и сильно влиять тогда на других людей. Собственно говоря, это может быть даже для нас не совсем такое очевидное и привычное поведение, но тем не менее оно вот именно в затмении может реализоваться. Помимо этого интересным является и то, что Юпитер и Нептун, те планеты, о которых я много раз говорила, и буду ещё говорить за это лето, что между ними опять постепенно создаётся трин, они будут попадать на точку затмения и с ней создавать хорошие благоприятные аспекты. И это большая радость для нас, потому что это затмение может точно так же включить этот трин, создавая при этом ещё целую большую конфигурацию, на небе так называемый большой трин. Это намного мощнее, чем просто трин между двумя планетами, то есть когда третьей точкой является целое затмение. Так что помимо чего-то, какого-то сложного, плохого, может быть даже в какой-то степени катастрофического, потому что Плутон тоже отвечает за, в том числе и за то, что в нашей жизни произойдут какие-то силовые изменения, мы можем попасть и под физическое какое-то воздействие. Тем не менее, этот Нептун и Юпитер всё-таки дают нам надежду на то, что ничего мощного того, что просто нас выбьет из колеи, сотрёт нас с лица Земли, не должно случиться. В любом случае, это как такая некая защитная конфигурация, которая будет нас хранить от самого наихудшего. То есть если у вас что-то в карте резонирует с этим затмением, то вы будете как бы ходить по краю пропасти, но тем не менее с очень большой вероятностью не попадёте в неё. Но всё-таки, если вы понимаете, о чём я сейчас говорю, лучше не рискуйте. То есть я понимаю прекрасно, что это уже какие-то ваши личные события, но если вот как бы мои слова вам отзываются, и вы понимаете, что про это личное событие, вероятно, идёт речь, то лучше не рискуйте просто понапрасну, потому что кто знает, что в действительности придётся вам потом испытать. Ещё очень интересно это затмение, и эти 10 дней будут ещё и потому, что Венера зайдёт 10 числа в знак Девы, Юпитер повернёт, наконец, в директное движение. И если вы помните, конечно, такой Юпитер может при своём повороте дать какой-то толчок в развитии чего-то, и может быть даже каких-то венерианских историй. Тем более, что Венера вот в эти 10 дней создаёт тоже очень хороший большой трин. Это, опять-таки, возвращусь к нему, это большой-большой треугольник, в котором энергия течёт между тремя точками очень легко, гармонично. Все три планеты она возбуждает, но даёт им возможность реализовываться в наилучшем ключе. Венера даёт хорошие аспекты на Сатурн и на Уран, и, собственно, формируя между ними хорошую конфигурацию. И вот эти все три планеты будут, может быть, давать некоторым из нас прекрасное время для любви. И если оно выпадет, эта встреча хорошая, или этот откровенный разговор честный между двумя людьми, при котором друг друга признаются в чувствах, выпадет на затмение, то это как вариант может быть очень мощное событие, которое станет поворотным в вашей жизни и даст вам возможность с этим человеком реализовывать свои отношения впредь. То есть вплоть до брачных событий потом приведёт. Безусловно, для этого нужны ещё другие показатели, чтобы ваш натальный прогноз был для этого подходящим. Но тем не менее, вот общая ситуация на небе такова, что при всём том воздействии силовому мощным, которое это затмение несёт, оно ещё несёт в себе и вот такую красивую любовную историю. Надо признать, ну, не такую мощно романтичную, потому что всё-таки немножечко тут в Венере не хватает сентиментальности. В Деве она крайне практична, очень реалистична, немножечко категорична и критична, поэтому, ну, скажем, не будет такого полёта и феерии эмоциональной, но зато для уже сложившихся стабильных отношений, если вы к этому стремитесь, это хорошее время именно для того, чтобы такие отношения или создать, или встретить человека, с которым потенциально это можно будет потом реализовать. Ну и последнее, что мне хочется сказать про это время, это время, когда Марс будет опять на Южном узле. Он был уже у нас на Южном узле, но тогда он шёл ещё директно. Теперь он у нас ретроградный и опять догнал Южный узел. Марс на Южном узле, если вы помните, был в июне, и тогда какие-то события из прошлого реализовались. Или же мы опять встретились с прошлым опытным, и мы, скажем так, его, скорее всего, разрешали точно так же, как это было уже у нас. То есть нам очень помогли те, то, что мы прожили в прошлом. Так вот, сейчас будет то же самое. То есть как вариант, что не просто отношения будут складываться, отношения будут складываться с людьми, которых мы уже знаем, с которыми мы уже что-то, может быть, даже как-то контактировали, какие-то взаимоотношения имели. Может быть, другого характера совершенно. А сейчас они перейдут в другое русло, в другое качество и дадут нам совершенно другую ситуацию. То есть это опять намёк на то, то, что события из прошлого приходят, отношения из прошлого возвращаются. Всем тем, кто уже и не чаял ждать прошлую любовь. Но в глубине души очень-очень хотел бы человека вернуть. Это может быть время, когда это реально сделать, как ни странно. Ну, хотя, конечно, ретроградный Марс даёт свои нюансы определённые. И после выхода его из ретро-петли в сентябре месяце надо будет очень много стараться, чтобы эти отношения не разрушились, потому что энергия будет совершенно иная уже. Тем не менее, это вполне может так реализоваться. И прошлый опыт. Опять-таки, мы возвращаемся к прошлому опыту, к какой-то прошлой нашей деятельности. Даже, я бы сказала, к прошлым врагам и к прошлым конкурентам. То есть опять события прошлого, и ссоры, и конфликты, и конкуренция, и в целом какая-либо борьба любого свойства опять в эти 10 дней будут очень мощно работать. И мы вновь должны будем решать эти вопросы. Самое важное, что решать, скорее всего, должны тем же путём, которым разрешали в прошлый раз. И даже если тогда был результат не очень хорош, это совершенно не значит, что разрешая его таким же путём, в этот раз мы получим тот же самый результат. Всё будет, может быть, совершенно наоборот. И в этот раз вам удастся пользуясь прошлыми методами, разрешить в этот раз его вполне себе благополучно. Вы знаете, настолько интересное, мощное нас ждёт время, что вот сказать точно, что будет, очень тяжело. Но здесь это время, вот с 10 по 20 июля, это и огромное количество трансформационных вещей. Это очень мощный такой динамичный заряд. Может быть много энергии в это время, которую мы не будем знать, куда девать. У некоторых из нас будет очень большой риск травматизации и вообще попадания в неприятные, нехорошие истории, попадания под физическое влияние других людей и психологическое тоже. Но при этом будет много возможностей возвратить ситуации прошлого в нашу жизнь и разрешить их совершенно в том же ключе, но с другим результатом. А у некоторых из нас даже возможность возродить любовь, а может быть встретить новую, которая крайне будет похожа на ту, в которой мы уже когда-то проживали и были в ней счастливы. Вот такое интересное время. Я желаю, чтобы оно у нас прошло благополучно и дало нам много интересных таких позитивных открытий и при этом, ну, скажем, оставило нас крепкими, здоровыми, оптимистичными. Берегите себя. Это главное. В период с 10 по 20 число риск заболеть, травматизироваться и понятно, что каким-то образом получить проблемы от марсианских людей, то есть агрессивных, активных, конкурирующих с вами, конфликтующих с вами, от марсианских ситуаций. Это все, что связано с дорогой, с транспортом, особенно с личным транспортом, с автомобилем. Все очень сильно возрастает. Так что желательно не ездить в поездки в это время, но если не можете отменить, то хотя бы просто соблюдать правила дорожного движения. Надеюсь, что дала вам информацию и пишу для размышления. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, делитесь им с друзьями обязательно и пишите мне комментарии. По возможности я на них отвечаю. До скорых встреч и крепкого вам здоровья, прекрасного настроения.